Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада участвовать в данном мероприятии. Хотела бы вам представить клинический случай использования антипедиадин-терапии в нашей практике, в диспансеринге Республики Карелия. Будьте добры, следующий слайд. Пациент 64-х лет с диагнозом меланома кожи туловища в стадии А3С, с сопутствующими заболеваниями, имеющими только гипертонической болезни. Дальше расскажу чуть подробнее. Следующий слайд. Из-за данного заболевания известно, что в 2020 году обратился в городскую поликлинику с жалобами на образование кожи спины, которое травмировало и, соответственно, заметил кровотечение из образования. Обратился к хирургу, было удаление в августе 2020 года этого образования с гистологическим исследованием. Гистологическое заключение звучало таким образом. Лосфуд кожи 1,2 на 0,8 сантиметров с пигментным образованием до 0,8 сантиметров. Латеральный отступ был менее 2 миллиметров. Выявлен опухолевый рост, соответствующий для анализированной опухоли пигментозная эпителеоидная ниланома. Инвазия в градации к ларку 4, по бреслу 4 миллиметра, более 4 миллиметров. Из ЭКХ-исследования опухолевые клетки экспрессируют С100, края свободные от опухолевого роста. Пациент направлен в онкодиспансер к хирургу-онкологу, где предложена госпитализация в хирургическое отделение. Для дальнейшего обследования и повторного широкого сечения, скажем так, послеоперационного рубца кожи спины. Пациенту 1 октября, выполняя данную операцию, гистологически снова отправляют на обследование рубцовые изменения. Параллельно делают СКТ, грудная клетка, брюшная полость, малый таз. Обнаруживают наличие увеличенного акселярного лимфатического узла, метастетический процесс под вопросом. Делают инкогольную биопсию, цитологическая картина, меланома. Повторно пациент отправляется на операцию, но тут уже ему выполняется подмышечная лимфоаденоктомия справа. Которая была немножечко осложнена инфицированием лимфоареи, проведена антибактериальная терапия. Все достаточно хорошо купировалось. Гистологический метастаз в одном из 16 обнаруженных подмышечных лимфатических узлов, предметной меланомы. Будьте добры, следующий слайд. Тут, собственно говоря, вот СКТ от октября 2020 года. Будьте добры, следующий слайд. Дальше я предлагаю проголосовать. Небольшое голосование. Думаю, что сильно долго не затянется. Какова бы, на ваш взгляд, могла быть тактика ведения пациента? Голосование запущено. Выбираем результат. Немного ждем, коллеги. Сейчас появятся результаты. Что же выберут наши уважаемые коллеги? Так, и вот результаты. И, Анатольевна, вы видите результаты? Нет, честно сказать. А, вы не видите. Да, значит, вы выбрали 67% определения мутации БРАФ в решении вопросов по результатам молекулярно-генетического тестирования. 8% интерферон выбрали. И антипедиадин терапию 25%. Очень хорошо. Будьте добры, следующий слайд. Я покажу вам. Мы выбрали, как и 8% в ноябре 2021... Так, в ноябре 2020 года. Тут у меня ошибка. Насколько я понимаю. Понимаю, да. Консилиум онкодиспансера. Ноябрь 2020 года. Неправильно у меня тут написано. Прошу прощения. Значит, выбрали интерферонотерапию 3 миллиона в течение 12 месяцев. Но нам удалось провести только лишь с ноября по март 5 месяцев получал пациент данную терапию. Параллельно было отправлено на определение мутации, где не была мутация выявлена. В марте сделано контрольное СКТ, где подтверждено прогрессирование процесса, плюс еще УЗИ после операционного рубца, подозрение на рецидив МРТ головного мозга. Будьте добры, следующий слайд. Ну вот здесь вот, может быть, не совсем показательно, но, тем не менее, очаги в печени и в головном мозге, собственно говоря, вот он, очишок, попался один. Будьте добры, следующий слайд. Значит, пациент выносит на консилиум повторно с прогрессированием до марта 2021 года. На РТ головного мозга мы имеем картину очаговых изменений вещества мозга, более вероятного метастатического характера. Пациент консультирован, опять же, параллельно в МИПС-центре, где рекомендовано было радиохирургическое вмешательство на остановке гаммоноши, но пациент отказался. Будьте добры, следующий слайд. Таким образом, на консилиуме предпринято решение с апреля 2021 года начать терапию проголемаба в дозировке 1 мг на 1 кг древенок капельно каждые 2 недели. Будьте добры, следующий слайд. Собственно говоря, в августе месяце 2021 года делаем, опять же, контрольное СКТ, где видим уменьшение размеров и количества метастатических очагов легких и печени, частичный регресс контрольных очагов. Терапия продолжена у нас до сих пор, пациент переносит хорошо, осложнений никаких нет, жалоб не предъявляет. Вот, будьте добры, следующий слайд. Спасибо за внимание. У нас вот таким образом мы положительный опыт применения проголемаба в нашем дистанции. Хотела достаточно кратко объяснить, рассказать. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Спасибо. 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 Спасибо.